Нурсултан Назарбаев Президент и правительство страны принимают все необходимые меры для выхода из сложившегося положения, но очень многое зависит и от нас самих. Помните, что врачи делают все возможное для нас, однако как уберечься от заражения этой болезнью во многом зависит от каждого человека лично. Нужно быть стойкими, особенно молодым людям, соблюдать необходимые правила гигиены и как можно дольше оставаться здоровыми, возлагая надежду на скорое появление вакцины. Необходима дисциплина, забота о своем здоровье и здоровье своих близких, доверие врачам. Уверен, что благодаря своей стойкости, сплоченности и устремленности в будущее наш народ наравне со всем международным сообществом достойно преодолеет выпавшие трудности. Мы снова выйдем победителями. Лучшие дни страны впереди. Мы вместе. Мы победим. Вот наш лозунг. Желаю всем соотечественникам доброго здоровья и благополучия. О нашей стране мира и процветания. Нурсултан Назарбаев, первый президент Республики Казахстан. Всевидящее око. Полицейские призывают граждан принять меры дополнительной безопасности и установить камеры видеонаблюдения во всех дворах жилых домов. За шесть месяцев при их помощи было раскрыто более сотни уголовных дел. Имущественные преступления, в том числе квартирные кражи, это, пожалуй, одна из актуальных проблем нынешнего времени. Потому услуги частных охранных агентств приобретают все больший спрос у граждан. На сегодняшний день в Алматинской области функционирует восемь специализированных фирм. Устанавливаем охранную, пожарную, тревожную сигнализацию в виде наблюдения, учётки газа, учётки воды, которая, если будет потопки воды или газа, будет сигнализация срабатывать. Мы передаём всю сигнализацию к нам на пульт, выведенный, который централизован, и передаём сразу клиенту. Все тревоги передаются в УВД города Алкургана. И если по пожарной сигнализации, передаётся все тревоги в пожарную службу. С помощью охранных агентств в этом году раскрыто более 40 преступлений и порядка трёх тысяч административных нарушений. Большим подспорьем в области безопасности имущества стали и камеры видеонаблюдения. Зачастую именно они помогают полицейским раскрыть то или иное преступление. Также нами проводится агитационная работа из населения. Это на сходах из квартальных участковых инспекторов полиции перед населением. Представители фирмы операторов нами приглашаются, которые разъясняют гражданам, как всё это подключается и к дальнейшей деятельности. Также мы проводим работу с представителями КСК и представителями дворов. Камеры видеонаблюдения доказали свою эффективность, говорят полицейские. За шесть месяцев текущего года благодаря им удалось раскрыть более сотни уголовных дел и выявить порядка 14 тысяч административных правонарушений. Ануар Амангельдинов при содействии Департамента полиции Алматинской области. В Алматинской области продолжается обработка сельхозугодий от саранчи. 70% территорий, где были обнаружены саранчевые вредители, обработаны специальными средствами. В общем, планируется провести химическую обработку на площади более 126 тысяч гектаров. О мерах борьбы с вредителями в Балхарском районе расскажет Адель Акшаркенова. Наиболее распространённые саранчевые вредители в Алматинской области – азиатская саранча, итальянский прусс и нестадные саранчевые. Распространение итальянского прусса происходит повсеместно во всех районах. Но основной ареал распространения азиатской саранчи является Балхаш-Алакальский водный бассейн. И в текущем году более 45 тысяч гектаров запланированной площади химобработок приходится на Балхашский район. На данный момент ситуация с саранчевыми вредителями на территории региона находится под полным контролем. Постановлением Акима области была создана рабочая комиссия. Утверждён соответствующий план действий. И сегодня мы наблюдаем за его реализацией. Для борьбы с саранчевыми вредителями привлекают авиацию, 6 самолётов, ТО «Авиасила», а также 8 наземных опрыскивателей. Техника полностью оснащена специальным современным распылительным оборудованием, а управляют ей квалифицированные специалисты. С 2001 года нашей специализацией является выполнение авиационно-химических работ. В том числе с 2001 года мы занимаемся так называемой борьбой с саранчей. Мы занимались раньше по всему Казахстану, сейчас в основном у нас остался основной объём – это Алматинская область. Каждый год у нас здесь работает до 9 бортов, мы называем, воздушных судов. То есть это у нас работает и сверхлёгкая авиация. В нашем парке есть мотодельтапланы, есть лёгкие воздушные суда, такие как ЦК, Дабикас, СП-30. Ну и, естественно, вот такой представитель всей авиации СНГ – это Ан-2. У нас в районе насчитывается 15 сельских округов. Сейчас в 9 из них проводится химобработка. Наша основная цель – не допустить распространения азиатской саранчи. Мы уже работаем месяц, и анализ на биологическую эффективность показывает хорошие результаты. Также стоит отметить, что в текущем году активно ведётся и работа по химической обработке карантинных растений в Алматинской области, а именно в Аксусском, Балхашском и Уйгурском районах. На сегодняшний день запланированные 609 гектар обработаны за счёт республиканского бюджета. Аделья Кжаркенова, Ербол, Атантелов, телеканал ЖИТСУ. Тоймарт в Талдыкургане. Новый большой современный супермаркет распахнул двери для талдыкурганцев. Качественная продукция, богатый ассортимент и приемлемые цены приятно удивили жителей и гостей города. Торжественного открытия супермаркета не было в связи с непростой эпидемиологической ситуацией. Но это не помешало желающим сделать все нужные покупки в одном месте, быстрым и удобным способом, с соблюдением всех защитных мер. Посетители остались довольны качеством обслуживания и приветливым персоналом. Мне понравилось, например, всё есть по ценам, по нашим деньгам, пенсионерам. Меня удивили цены, намного ниже этих рыночных. Здесь светло, чисто. Ну, отлично всё, хорошо организовано. Дай бог, чтобы в этом месте нормально магазин пошёл у них. Ассортимент богатый, хороший. Светлый зал, все продукты на виду. А главное – ценники на всех. Не ходишь, не спрашиваешь ничего. Я желаю этому магазину процветать, расцветать. Пусть он растёт на благо нашего народа. Мы очень рады, что у нас в Талдукургане открыли такой магазин. Удачи им! Здесь представлен широкий ассортимент продуктов питания, круп, овощей, фруктов, мяса и молочной продукции, а также разнообразная бытовая химия и другая продукция первой необходимости. Основным товаром являются безалкогольные напитки по оптовым ценам. Мы очень сильны в теме напитков. Исторически мы занимались напитками, наша компания, и алкогольными, и безалкогольными напитками. Поэтому, если говорить об этом, это наша сильная сторона. Хороший ассортимент и, не повысить его слова сказать, очень конкурентные цены по отношению к нашим основным конкурентам. Еще чем отличаемся от больших супермаркетов, которые уже представлены в городе Талукурган, в отличие от них у нас есть своя фабрика кухни. О фабрике кухни разговор особый. Она будет радовать талукурганцев шедеврами кондитерского и пекарского искусства, разнообразием хлебобулочных изделий собственного производства, ассортимент которых более 70 видов. Главное, чему руководство Тоймарта уделяет внимание, это качество во всем, особенно в сервисе. При любых вопросах по ассортименту, цене и в взаимодействии с персоналом супермаркета здесь просят позвонить на горячую линию, телефоны которой указаны на кассе магазина. Уважаемые жители Талукургана, мы очень будем рады видеть вас в первом супермаркете Тоймарт. Мы сегодня сделали техническое открытие, и в принципе магазин уже работает с 10 часов сегодняшнего дня. Вы можете прийти в любой день недели с 8 часов утра до 23 часов вечера. Добро пожаловать! Открытие нового магазина стал праздником не только для покупателей, но и для тех, кто ищет работу в столь непростое время. Уже скоро еще один супермаркет откроется в микрорайоне Самал. Так магазины Тоймарт будут в шаговой доступности. А это значит, что еще больше людей смогут покупать свежие и недорогие продукты рядом с домом. Тоймарт находится по улице Женсугурова на углу улицы Рустембекова. Гульназ Мустафа, Габид Кабдрахманов, Телеканал ЖТСУ. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. Встретимся в 21.30. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин